Приветствую всех своих подписчиков на моём канале. Сегодня впервые будет открытие наград за Викинг Лигу. Это связано с тем, что мне наконец-таки покорилась элитная мать его звания. К этому званию я шёл целых полгода. Элита 3 являлась для меня некой целью, которая заставила развивать свой скилл на протяжении всего этого времени. И вообще, благодаря Викинг Лиге я стал гораздо серьёзнее относиться к FIFA. Если раньше меня мой средний нубовский скилл устраивал, то в этой FIFA я действительно начал развиваться как игрок в эту самую игру. И если сравнивать с FIFA 16, то я очень сильно прибавил в игре FIFA. А теперь давайте перейдём к составу, которым я взял элиту 3. Мой основной состав для Викинг Лиги на ваших экранах, именно этим составом мне покорилась элита 3. И специально для этого розыгрыша я покупал информ-карточку Бенземы за бешеные монеты. Сейчас я его сливаю, поэтому мой составчик немножечко в проектном виде. Но суть он, естественно, не поменяет. Вы можете сказать, какого хуя у тебя иска на PFA. Но в момент матча я нажимаю сразу же паузу, ставлю иска на ЦАПа. А Гризман уходит у меня на фланг. За счёт этого у меня получается охуительный распасовщик в виде сосиски из Реала Мадрида. Ну и французский Гризман на фланге просто охуенен. Но на первой вариации мои тактические задумки не останавливаются. И очень часто в этом розыгрыше Викинг Лиги я перестраивался в схему Ромба. Она сейчас очень популярна в этой FIFA среди киберспортсменов. Ну и чем я хуже, я тоже её юзаю. Выглядит она следующим образом. Модрич у меня уходил на баночку. И вместо него выходил Ренату Санши через Баварии. Таким образом у меня два хорватских охуенных чувачка с ростом, с физикой на позициях цепешников. А Гризман и Бензема выполняют роли чистых форвардов. И под ними Иско и гениальнейший распасовщик, который также кладёт прекрасный удар с подкрутки. И последнее, что я хотел показать, это свою тактику. Эта штука мне безумно помогла. И она действительно влияет на футбол. Собственно, вот именно такими цифрами я играю в матчах. Бывает, наболтаю скорости, когда не получается. И передачу также наболтываю с прессингом. Это реально помогает, ускоряет футбол. Твои футболисты, если ты выкрутишь прессинг плюс 70, сильнее набрасываются на соперников. И ты чуть ли уже не на половине поля соперника накрываешь, собственно, своего же соперника. Всем рекомендую зачекать свою тактику, настраивать его, если вы ей не играете и не пользуетесь. Она очень сильно помогает. И вот, собственно, когда я начал ее юзать, я очень сильно начал прибавлять в игре. У меня начались затяжные серии побед и так далее. А теперь переходим к получению наград за эту самую Элиту 3. Вот это та самая эмблемка, которая говорит о том, что я взял Элиту 3, наконец-таки. Далее, смотрим свои награды. 50 тысяч монет я получаю. Два пака с золотыми премиум игроками. Я, если честно, не шарю какая-то ценовая категория и не могу говорить, это пак за 50 тысяч, либо за 100 тысяч. Я играю на ПК, здесь награды очень сильно урезаны в плане паков. Но 3 информа своих я определенно получу сегодня. А теперь мы, собственно, переходим к тому, зачем мы и собрались. У меня есть 6 паков на это открытие наборов. 3 пака за СБЧ различные. Вчера сидел, собирал. Здесь есть, в принципе, один интересный пак, где только золотые и 6 разных футболистов. В этих наборчиках мне падает. И, в принципе, в последнее время за СБЧ не очень хорошие футболисты прилетают. Правда, недорогие, но все же цветные, мотоэмы. И я надеюсь, что и в сегодняшнем покупнике я уж точно уйду какую-нибудь интересную карточку. А начнем мы с обычного пакетика. Ценовая его категория 7500. Ни на что не рассчитывая, открываем его. Харикейн на обложке, естественно, волкаута нет. Звездочки маленькие, можно скипнуть. И посмотрим начинку этого наборчика. Астори из Фиорентины. Лучший футболист. 81 рейтинг. В таком паке довольно-таки солидно. Следующий набор, который мы будем открывать, 7 равных предметов. Посмотрим, здесь также нет волкаута. Звезда, но побольше, чем в прошлом паке. ЛФА. Наполи, это Мертенс выпадает. 85 рейтинг. Очень хороший футболист. А вот это уже интересное начало Мертенс. У нас даже что-то стоит. Я не думал, что он сильно дорогой. А он оказывается в районе 16 штук стоит. Это очень годное начало. Пакетик за СБЧ в очередной раз затащил. Переходим к завершающему набору, который откроет для нас дорогу к трем информам. Первый пакетик за Викинг Лигу особо ничем не порадовал. Поэтому посмотрим, что будет во втором. Никакого волкаута. Больши нет. Это маленькие звездочки. Снова говнище полное. Хуй соса из Наполи нам выпадает. В итоге в этом наборчике лучший рейтинг 79. Вот так вот ты дрочишься целых 3 дня. Тратишь на это практически все эти самые 3 дня. И ты получаешь 2 лучших футболиста с рейтингом по 79. Блядь, если первые 2 набора за Викинг Лигу меня ничем не порадовали. Хуй соса из Наполи. Это явно не то, ради чего я дрочился. Поэтому я очень сильно надеюсь, что вся удача будет вложена именно в эти 3 информа. И хотя бы одна, блядь, карточка в этом самом наборе должна, блядь, стоить больше 150 тысяч монет. Давайте открываем его. Блядь, ну это уже явно не вулкаут. 3 большие звезды, 3 золотых информа. Модеста из Кёльна. Он стоит 70 тысяч монет. И 2 квиковых говна. Колосиноч из Шальки, левый защитник. И пиздюк из Монако, который разрывает и Лигу Чемпионов, и Лигу 1. Но Модеста из Кёльна. Это явно не то, чего я ожидал от этих наборчиков. Но тем не менее, он должен стоить 70 тысяч монет. Если быть честным, то моя цель на эти 3 самых информа была порядка 150 тысяч монет. Ну и в принципе, если я это всё говно продам, Модесты стоят 60 тысяч монет уже. Даже 55. Боснийский левый защитник. Вот боснийский левый защитник неплохо себя, видимо, оправдает. Порядка 35 тысяч монет. Итого, если всё складывать, за этот покупинг я получил больше 150 тысяч монет. С чем я, в принципе, удовлетворён. Это была самая, что ни на есть, минимальная цель. Но, сука, я, конечно же, расстроен, что такое дерьмо мне выпало в этих трёх самых информах. В итоге за паки, за Викинг Лигу я, по сути, ничего толком-то и не получил. Два наборчика золотых были за шкваром. И информы 3, блядь, тоже за шкварные, если быть честным. Блядь, я их случайно квикнул. Видимо, настолько сильно я сейчас расстроился тем, что мне выпало. И я этих трёх футболистов, блядь, случайно квикнул. Лишился я лишних 70 тысяч монет, которые бы мне помогли собрать из БЧ Суареза. Именно из-за него я продаю Бензуму. Очень сильно хочу дособирать. Мне там осталось буквально по 5 футболистов в Барселону и Реал. И эти бы 100 тысяч, конечно же, мне пиздец как помогли. Но я хуй знаю, такие случайности бывают. Будем биться, так сказать, за месячный рейтинг элиты. У меня там шансы прекрасные. Сделать два раза по 15. И вот уже 80 побед, которые нужны для того, чтобы я получил 11 красных информов. Там пиздец, какая банда собирается. Итог сегодняшнего ролика, то ради чего я ебашил эти полгода и развивался. Слил унитаз за 30 тысяч монет. В принципе, немножечко, конечно же, обидно, что я проебал 70 тысяч. Ну, будем биться в следующей Викинг Лиге за более лучшие награды. С вами же был сегодня Гусёнок. Ставьте лайк за эту охуеннейшую неудачу. Если вы хотите мне как-нибудь помочь монетками, то пишите в ЛС. Я продам вам Ивановича за 30 тысяч монет. В общем, всех вас обнимаю. Люблю, целую. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok